Моя техника состоит из 20 этапов, и я всегда придерживаюсь только ее, точно в соответствии с перечисленным порядком. Вне зависимости от размера носа, толщины кожи и искривления перегородки, я придерживаюсь той же самой схемы. На некоторых этапах я акцентирую большое внимание, чем на других. Все зависит от исходной клинической ситуации. Я хотел бы подробнее рассказать о 19 этапе, тест по Оскону. По моему мнению, это самый важный этап, о котором я должен рассказать всем, кто желает освоить мою методику. Так, на завершающем этапе вне зависимости от техники, которую вы используете, данный тест подскажет вам поведение кончика носа через определенное время, через неделю и через 10 дней. Также данный тест применим для отслеживания отдаленных результатов. В конце операции кончик носа имеет отличную проекцию и внешний результат. Вы начинаете проверку всеми кончиками пальцев. Не просто одним пальцем, а всеми пальцами, слегка надавливая на нос. Вам нужно это повторить три раза. Надавить и отпустить в течение пяти секунд. Если при выполнении этого действия кончик носа выглядит подобным образом, значит, тест прошел успешно. Если тест прошел успешно, то ваш пациент будет доволен результатом и его кончик носа будет в отличной форме. Давайте посмотрим другой сценарий. Нажмите на нос несколько раз. И в конце кончик носа теряет форму. Я могу смело заявить, что кончик носа будет в таком состоянии в течение одной недели. Если не в течение недели, то гарантированно через месяц это будет ваш финальный результат. Никогда не заканчивайте вашу операцию с отрицательным тестом по Оскону. Вот несколько примеров. В конце своей операции я нажимаю три раза. Это тот результат, которым я доволен и могу быть уверен в успешности операций. Это середина операции с тем же пациентом до тех пор, как я начну работу с теостратом. Это та же операция без теострата. Я нажимаю на кончик, и он по-прежнему устойчив. Без теострата это будет результат, к которому я приду через неделю. Итак, почему же кончик носа опускается? Я не понимаю, почему мы никогда это не обсуждаем. На международных конгрессах с различными докладами никто не обсуждает, почему кончик носа опускается. На самом деле, это очень простой вопрос. На мой взгляд, сценарий работы всегда одинаков. Я сталкивался с данной проблемой в течение 25 лет своей практики. В конце операции нос в отличной форме, очень эластичный, и дыхание нормализовано. Но через неделю пациент приходит на осмотр, и я наблюдаю, что конструкция полностью разрушена. Это типичный сценарий, основной причиной которого я вижу следующее. Во время операции мы используем различные швы, не только один шов. И каждый шов тянет ткани, создавая сильное натяжение к центру. Мы используем большое количество швов. Например, в случае маленького носа, мы имеем около 20-30 швов. Каждый из них создает сильное натяжение для получения эластичности. Как вы знаете, швы находятся в натяжении на сроке от одной до трех недель. После трех недель происходит естественный процесс атрофии и гипертрофии тканей. И натяжение ослабевает. Не только потому, что швы рассасываются, но также потому, что ткани, естественно, отторгают это натяжение. По итогу кончик теряет свою эластичность, и мы увидим его опущение через неделю. Поэтому никогда не доверяйте тому, что вы видите на операционном столе. Когда вы заканчиваете операцию, всегда проводите тест по оскону. Данная манипуляция интуитивно поможет вам определить, произойдет ли западение кончика носа. Я хотел бы рассказать еще одну историю о связке питанги. В течение последних пяти лет я считал, что связка питанги напрямую связана с кончиком носа. Но на самом деле связка питанги не может формировать кончик носа. Это пример другой операции, и мы видим кончик носа. Связка питанги проходит от спинки носа до вот этой зоны. На самом деле связка питанги очень эластична. Ее можно потянуть, но нельзя сдвинуть назад. Она мягкая. Итак, она потянется, но кончик носа все равно может упасть. Вы не можете поднять кончик кверху, просто потянув его в направлении головы. Поэтому он может легко упасть или подняться наверх. Поэтому связка питанги не работает. Нам не нужно натяжение в этом направлении, но нам нужно что-то, чтобы надавить эту зону в этом направлении. Что и делает теострат. Теострат работает следующим образом. Я зафиксирую все в этой области, и она останется неподвижной. Процедура очень проста. Выглядит так. Структура довольно подвижна. Кончик эластичен. И я зафиксирую купол в области кончика носа. И он станет довольно подвижным, как изображено здесь. Особенность заключается в том, что вам не нужно фиксировать медиальную и латеральные ножки для получения теострата. Единственная область, которую вам надо зафиксировать, это купол носа. Итак, преимуществом данной техники является диаметр. Это расстояние, которое мы уменьшаем. Я называю это передней-задней длиной. Мои друзья-анатомы меня поправляют и говорят, что это неправильное название этой области. Я знаю, что это неправильно. Но в данном случае такая формулировка является самым легким описанием. Мы можем назвать это цифало-каудальной областью. Но на самом деле это не цифало-каудальная область. Поэтому я называю эту область передней-задней. Это расстояние будет уменьшено. И будьте внимательны, так как это очень важный критерий при выполнении ринопластики. Посмотрите, как уменьшается расстояние при теоринопластике. Когда я вижу результаты моих друзей и коллег в Instagram, я могу сразу отличить, был ли установлен теострат. В этом случае я могу смело сказать, была ли выполнена теоринопластика в целом или установлен теострат. И в 90% случаев я прав. Я могу просто посмотреть на фотографию и отличить теострат. Самым важным является передне-заднее расстояние, которое будет уменьшаться при помощи теострата. Другие техники не позволяют легко уменьшить это расстояние. Моя техника заключается в том, что я разрезаю кости, при этом можно использовать латеральный остеотом. Не нужно использовать все мои инструменты, но латеральный остеотом отлично подходит для этого. Сначала проводим латеральную остеотомию, затем остеотомию корня носа. Я делаю разрез здесь. Вы можете провести разрез пилой, но это не обязательно. Достаточно небольшого остеотома. Затем я провожу пушдаун, и кости опускаются вниз к черепной коробке. Я никогда не оставляю их в свободном положении. Я их фиксирую в пазухе. Также я фиксирую спинку носа к перегородке, что является преимуществом верхней полоски. При работе с нижней полоской вы не можете выполнить шов Теодора. Это шов Теодора, которым я захожу со стороны перегородки. Если вы правша, вы заходите справа налево, и я ввожу иглу в Ка области по котлу. Вы почувствуете, что граница кости заканчивается, и вы подходите к хрящу. Вы пытаетесь находиться максимально близко к кости. Затем вы переходите к левой ноздре. Вытягиваете нить с другой стороны. Вы удаляете останки нити, но не убираете конец нити из носа. Перемещаете и крепите ее к другой стороне, и получаете шов. Итак, этот шов идет от перегородки носа вокруг для фиксации спинки носа к перегородке. Если вы выполняете резекцию верхней полоски, установку Теострата и шов Теодора, то вам не нужен гипс. Я думаю, что это прорыв, так как такого никто не делал ранее. Это единственная техника, которая поможет выполнить операцию без использования гипса. Буду откровенен. Я не помню, когда я использовал гипс в последний раз. Возможно, 4 года назад. Может быть, даже больше. Я просто тейпирую, как здесь. Тейпы, также в области лба, так как был проведен липофилинг, как и у следующего пациента. И я тейпировал зону глаз для уменьшения отеков. Итак, моя техника вкратце это трансплантант, Теострат. Разрез в области верхнего латерального хряща. Для его уменьшения я наношу 2 шва Теодора в этой области для фиксации спинки. Один матрикс швов для подстраховки, 3 шва Грубера с одной стороны и 3 шва с другой. И 8 швов для соединения куполов. Также я зафиксирую Теострат и купол. Итак, мы получаем 20 швов. Я всегда повторяю одни и те же действия при выполнении ринопластики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова